Все мои действия, переживания, неудачи и победы были предопределены средой, еще до моего появления на свет. Тогда тут же возникает вопрос, существует ли моя личность? И что такое личность вообще? Я продукт культуры. Обстоятельства в моей жизни сформировали во мне то, чем я сейчас являюсь. На многие обстоятельства в силу малого возраста и отсутствия осознанности я не мог повлиять. Я просто плыл по течению, следовал моде, делал как принято и делал то, что от меня ждали. Возможно я и сейчас продолжаю это делать. Мы все друзья у кого-то что-то допозаимствовали. Мы говорим на языке, который придуман не нами. Ездим на машинах, которые сконструированы также не нами. В нашей речи могут присутствовать какие-то сложные речевые обороты. Которые были спровоцированы и вызваны прошлым жизненным опытом. И прочитанными книгами. Ничего само собой в наших умах не появится. Мы редко сами способны создать что-то новое. То, что мы воспроизводим из себя, уже присутствует в мире. Мы просто отражаем культуру и среду, в которой мы живем. Хочу вам показать небольшой отрывок из всем известного баттла. А потом мы его обсудим. Может я чего-то не понимаю. Но мне кажется, что в этом моменте Слава обвиняет Мирона в том, чем сам не брезгует. Откуда Слава черпает свои идеи? Он их сам что ли все придумал? По Славе видно, что он отчитанный парень. Он же тоже все берет из книг. Из лекций, из общения. Он собирает информацию, а потом на базе уже имеющихся знаний он сочиняет свои текста. В которых, на мой взгляд, нет ничего выдающегося. Собственно, как и в моих. Слава такой же продукт культуры. Просто он более смелый и уверенный. И занимается любимым делом. И не боится самовыражаться. А почему он такой уверенный и не боится самовыражаться? Но это нужно смотреть, как проходило его детство и воспитание. У всего есть объяснение. Все мы растем в разных условиях. Поэтому наша психика может отличаться. Теперь по поводу Мирона. По нему также видно, что он очень много читал. Думал, анализировал, сопоставлял. Общался с разными людьми. Путешествовал по разным странам. Его психика насыщена визуальными образами. Грубо говоря, огромное количество дверей в этом мире для него просто открыты. Его практически везде встречают. С распростертыми объятиями. Это совсем другая жизнь. Это совсем другой гормональный фон. Мне кажется, что Мирон счастливый человек. А счастливому человеку намного проще преодолевать препятствия в жизни. Потому что у него и так есть все, что он хочет. И он сильный человек. Хотя по внешнему виду так и не скажешь. А если ты сильный, то тебя почитают, уважают и везде пропускают. А если ты слабый, то тебя не замечают, воспринимают как жертву. И в психологическом плане тебя добивают. Мы все так же продолжаем жить по биологическим принципам. Быть слабым и ничего не делать для наращивания своей персональной силы. Это выбор. Принять решение, стать сильным. И вступать в борьбу и в конкуренцию за каждый миллиметр. Это тоже выбор. У человека есть свобода выбора. Если он осознан, он может выбирать. Теперь, друзья, с вашего позволения, хочу зачитать вам пост на моем телеграм-канале. Порой бывает очень больно узнавать о том, что тот человек, с которым, либо который, как тебе казалось, ты очень приятно и тепло общался, вдруг начинает рассказывать о тебе за твоей спиной небылицы, приукрашивая их и додумывая от себя. Это было бы не так больно, если бы человек сказал тебе все это в лицо. Но когда ты узнаешь об этом случайно от общих знакомых, твои иллюзии рушатся, твои ложные ожидания и представления развеиваются и превращаются в горькую правду. Нет, не нужно сразу же бежать и выяснять, кто и что про тебя сказал. Человек – продукт культуры. Он, либо она, может воспроизвести из себя только то, что в него или неё было изначально заложено средой. Спрячь человека в незнании, точно так же, как и он, либо она спрятал тебя. Только парадокс в том, что теперь вы поменяетесь местами, потому что вы теперь знаете, что человек сплетник, а сам человек не знает, что вы знаете, что он, либо она сплетник. И теперь вы можете поменять отношения, не сообщая ему или ей об этом. Теперь игра будет идти по вашим правилам. Друзья, на моём телеграм-канале вас уже ждёт множество подобных интересных постов. Переходите, подписывайтесь. Все ссылки в описании и в комментарии. Спасибо за внимание, а теперь продолжим. Также хочется добавить по поводу личности. Что такое личность и что обычно вкладывают в понятие личность? Большинство наших действий, которые мы совершим сегодня, предопределены условиями, в которых мы сейчас находимся. То есть, если у взрослого человека есть жена и дети, то ему придётся работать в любом случае. С 9 утра до 6 вечера сценарий его жизни предопределён. Но если сегодня рабочий день, а может быть ему уже надоела его работа, он хочет её поменять. Он даже готов учиться и проходить курсы повышения квалификации. И вообще, хотелось бы и зарплату побольше. Но тут опять же мы сталкиваемся с конкуренцией. Все самые лучшие и хлебные места уже заняты. Самыми хитрыми, наглыми и договороспособными. А также, в силу жизненных обстоятельств, тот или иной человек мог задуматься о своём будущем намного раньше большинства. Поэтому ему и проще. Он уже высоко залез. И своё место он никому не уступит. Я уже не говорю о том, что всё, на мой взгляд, устроено несправедливо. Друзья, хочу обратиться к молодёжи. Задумайтесь о своём будущем сейчас. Не тратьте ваше время впустую. На компьютерные игры и беспонтовые, ни к чему не приводящие и разрушающие вашу психику посиделки. Берегите ваше здоровье. Не зависайте в клубах. Это всё пустая трата времени. Ищите то, к чему у вас есть предрасположенность. И развивайтесь в этом направлении. Проставьте приоритеты, что важно, что не важно. Какие люди тормозят ваше развитие, а какие развивают вас. Вы можете выбирать сами. И ваши родители не всегда знают, что вам лучше подходит. И в какой университет вам поступать. Не зависайте постоянно в соцсетях. Пожалейте вашу психику. Ваша психика уже насыщена пустой, ненужной и мусорной информацией. И на основе этой информации вы думаете и принимаете решения. Теперь хочу вам показать небольшой отрывок, как формировалась личность одного из самых известных изобретателей в мире. Мне всегда были интересны работы Леонардо да Винчи. Однако, в описаниях его трудов мне не хватало упоминаний о людях, с которыми он общался. Я уверен, что все эти идеи не просто возникли в его голове. Должны были быть люди со схожими интересами, с которыми он общался. Вместе они обсуждали движения по спирали или кленовые листья, которые, вращаясь, медленно падали на землю. Я уверен, что было много людей, оказавших влияние на да Винчи. Никто не может прийти к такому широкому спектру идей, работая в одиночку. Хотя большинство людей ошибочно полагают, что идеи каким-то чудесным образом возникают в наших головах. Это не так. Здесь, наверное, Жак имеет в виду, что Леонардо да Винчи — это не один человек, в широком смысле этого слова. Это собирательный образ. Он везде у всех по чуть-чуть взял. Всему научился и наверняка считал себя величайшим. Я с этим и не спорю, что человек реализовал полностью свой потенциал, и что им можно только восхищаться. Но вполне вероятно, что в его время также жили люди, конструкция мозга которых была даже совершеннее, чем у Леонардо. Но у них не было таких шикарных на тот период условий, какие были у Леонардо. Поэтому о них никто и не знает. Вывод. Скорее всего, раз вы смотрите этот сюжет, значит, у вас есть интернет. А в интернете полно полезной информации, с помощью которой можно совершенствоваться. Развлекаться или совершенствоваться — выбор каждый делает сам. Друзья, ещё раз хочу вас пригласить на мой Телеграм-канал. Множество интересных постов на тему психологии вас уже ждут. Также подписывайтесь и на этот Ютуб-канал. Я здесь не прекращаю вещания. Здесь также будут выходить новые видео. И на этом, пожалуй, всё. Пишите ваше мнение в комментариях. Благодарю вас за внимание. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok